Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Я очень соскучилась, этот ролик заряжен на мотивацию, будем ухаживать за собой, будем делать массаж лица и готовить разные вкусности и полезности для всей семьи. Начнем мы с вами с самого утра. Это видео мы создаем совместно с iHerb, многие средства из моей кухни, из моего ухода у меня оттуда. И сначала давайте приведем себя в порядок. В первую очередь я, конечно же, умываюсь с утра. Много у меня закончилось, увидела бренд Purita на iHerb и сразу же купила умывалку, о которой слышала много хорошего. Она нежная, имеет нейтральный уровень PH и при том, что она пенится, она совершенно не пересушивает кожу. Мне понравилась, деликатная, мне кажется, что на любое время года хорошо подойдет. Сразу после умывания я наношу тоник от SOM BY ME. Он содержит большую концентрацию галактомисиса и также витамина С. Что такое галактомисис? Это современный, модный и, что самое главное, активный компонент. И мода на него, конечно же, пришла к нам из Азии. Кому он, собственно говоря, нужен? Тем, у кого проблемная кожа с воспалениями, какими-то другими несовершенствами, если неровный оттенок кожи, пигментация. Даже если жирная и проблемная, тоже присмотритесь к нему и если у вас уже замечена потеря тонуса и упругости. Под глаза сейчас также использую крем от бренда Purita. Очень классная состава у них, я должна вам сказать. При том, что у него легкая текстура и он все-таки более увлажняющий, нежели питательный. Он как-то так хорошо ложится. И вы знаете, при том, что у нас за окном суровые морозы на данный момент, он справляется с увлажнением на ура и нет никакого дискомфорта в течение дня. Конечно же, чищу зубы, без этого вообще никак. И наконец-то вернулась к своей пасте от Jason. Она очень мощная, она супер освежающая. Я вижу разницу, когда использую ее и другие. Люблю ее не только за интенсивный вкус и аромат перечной мяты, но и за то, что помогает поддерживать белизну зубов. Я буду выполнять массаж гуаша, поэтому наношу свое сухое масло от Dear Klairs. Оно не ощущается жирным, оно хорошо впитывается и у меня как раз будет достаточно времени для того, чтобы воспользоваться скребком. Это масло подойдет очень многим на самом деле, потому что оно не вязкое, но хорошо принимается кожей и придает коже питание и сияние. Массаж начинаю с задней поверхности шеи, иногда защемление бывает спереди, а за это отвечает шея. Прохожусь снизу вверх и задерживаюсь у линии роста волос. Вот такие движения я повторяю 7-10 раз. Далее перехожу на переднюю поверхность шеи и делаю то же самое, такие же движения. Пытаюсь избавиться от второго подбородка, но кто знает, возможно он останется со мной навсегда. Далее прорабатываю овал лица. Я могу что-то делать неправильно, я только учусь, но тем не менее я стараюсь. Когда неудачно поспишь или не выспишься, то как будто все лицо плывет вниз. Скуловая область и все движения я выполняю приблизительно так же и в таком же количестве. Вот здесь уже отчетливо видна разница, что левая сторона стала более бодренькой после массажа. Можно также повернуть скребок острой стороной и попробовать промассажировать себе скулы. Говорят, что со временем они появляются, но вы же понимаете, что 1-2 дня ничего не меняют, это нужно выполнять регулярно. Я постараюсь, посмотрим, что из этого получится. Также острой стороной здорово прорабатывать область под глазами. Для этого обязательно придерживаем как бы кончик, внутренний уголок нашего глаза и такие же восходящие движения выполняем, но не тянем. Может кажется, что я сильно надавливаю, но это не так. По массу все прекрасно скользит, это совершенно не больно. Наоборот, приятные ощущения. Перехожу к бровям и колбу, выполняю такие же восходящие движения. Это дает хороший эффект лифтинга, только это должна быть ежедневная рутина, раз в месяц ничего не изменит. И также гуаша помогает разогнать ненужную жидкость, которая с годами, к сожалению, все больше и больше задерживается в организме. А вот лоб я массажирую всегда абсолютно по-разному, в зависимости от настроения. Как видите, у меня появилось несколько новинок и также я вернулась к одному своему давнему любимцу. Пурита стали продаваться на iHerb. Я продолжаю охоту на их SPF и также BB крем. В моих хотелках в первую очередь взяла умывалку. Она имеет нейтральный уровень pH и чем-то напоминает мне COSRX. Здесь супер большой объем, поэтому хватит на очень долго, у нее прям минимальный расход. Дальше. Тоник я покупала осенью в начале, по-моему, никак не доходили до него руки, если бы я знала, что это тоник с бонусом. Тоник, который выполняет еще и функцию сыворотки. Здесь есть витамин С и огромное количество галактомисиса. Он придает коже сияние, выравнивает текстуру и действительно работает над ровным оттенком кожи. Вот он мой давний любимец, как я сказала. Это сразу все в одном. И увлажнение, и защита от солнца. SPF 50 на минуточку. И очень красивое освещение. У меня была старая версия. Я рада, что ее не ухудшили, а сделали еще более универсальной. Если у вас даже жирная или комбинированная кожа, тоже попробуйте. Потому что у него легчайшая текстура, он также хорошо дружит со всеми тональными. Я очень часто использую его в качестве самостоятельного средства вместо крема и вместо тона. Потому что кожа светится, сияет и выглядит просто здоровой. При этом она защищена от солнца. Такие дела. Вы спрашивали, каким SPF я пользуюсь. Собственно говоря, этим. И он был со мной также в горах. Просто он находился в кармане куртки. Я забыла его показать в предыдущих влогах. Мне нравится то, что это универсальное средство. Оно очень просто наносится. И так здорово подсвечивает лицо. Что чаще всего после него я даже не использую никакой тон. И как жидкий хайлайтер. В общем, обожаю. Теперь иду гулять с собакой. Иногда у меня такое впечатление, что это не я ее выгуливаю, а она меня. Потому что в такой холод раньше я никогда и ни за что не вышла бы на улицу. А сейчас-то так хорошо бодрит. И вообще самочувствие, лучшие настроения. Гулять нужно в любую погоду. Но обязательно хорошо одеваться, чтобы не мерзнуть. Я иногда похожа на какого-то снеговика. Мы с Микусей даже в самый сильный мороз гуляем как минимум полчаса. И чтобы мои губы не обветривались, у меня с собой всегда есть бальзам от Сьерра Бис на основе пчелиного воска. Супер вещь. Собаку выгуляла, теперь покормлю детей. Все уже потихоньку просыпаются. И я сегодня хочу кое-чего другого на завтрак, а им сделаю вафли. У меня есть очень удобный микс, который всегда получается без комочков. Можно жарить панкейки, а можно делать вафли. То есть мы смешиваем содержимое вот этого пакета с сырыми ингредиентами. Здесь у меня уже столовая ложка оливкового масла, немного молока, 2 третих стакана приблизительно, одно яйцо. И в рецепте указана 1 столовая ложка меда, но я возьму 2 столовых ложки кленового сиропа, чтобы вафли были послаще. Мешаем и жарим. Утром не всегда есть время, чтобы что-то там придумывать, а кто не любит вафли и панкейки. По-моему, все. Утром я не люблю заморачиваться, особенно когда тороплюсь и не хочется что-то выдумывать. А это гарантия того, что все останутся сыты и довольны. Состав у этой смеси хороший. И также я брала еще и с гречкой. Классные панкейки получаются. А обожаю с натуральным йогуртом. Это, конечно, больше на любителя. Разогреваем в вафельницу. Я еще добавлю чуть-чуть кокосового масла, чтобы вафли точно не прилипли. И выкладываю немного теста. Хоть еще и не загорелась зеленая лампочка, мне кажется, пора доставать. Проверяем. Я была права. Вафельки очень нежные, но при этом хрустящие. Вкуснотень. Из такого количества теста получается 5 штук. Я не совсем ровно по форме выкладывала, поэтому у меня 5 и еще чуть-чуть. Решила показать вам, какие витамины я принимаю. Помните, что ничего универсального нет. В первую очередь, самое главное, что вы можете сделать для себя и для вашего организма, это сдать анализы и посмотреть, чего лично вам не хватает. Возможно, у вас и так все прекрасно. Мы сдали все основные анализы и, помимо этого, еще проверили уровень витамина D в крови. Оказалось, что нам его не хватает. И мне и мужу назначили именно такую дозировку. Они бывают разными. И, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. С тех пор, как я начала принимать витамин D, я гораздо крепче и лучше сплю. И вообще больше энергии. Поэтому сейчас вот попринимаю несколько месяцев и проверю еще раз кровь. То, что я принимаю во время еды, это биотин для крепкости ногтей, для волос, для того, чтобы они лучше отрастали, чтобы они меньше выпадали и также для кожи. Но самую большую разницу я замечаю именно в волосах и также в ногтях. А вот по поводу кожи, одним биотином я не могу отделаться. То есть, обязательно нужно правильно еще и ухаживать. Я вам уже говорила, что я подсела на мачо. Как только у меня появляется время, я готовлю себе этот напиток, потому что он очень хорошо бодрит. Это перемолотые листья зеленого чая. И самое главное, что он не вызывает ощущение тревоги. После него руки не дрожат, но чувствуешь прилив сил и энергии. Для этого нам понадобится или капучинатор, или венчик для взбивания. У меня есть кофемашина. И вот специальное такое приспособление для размешивания мачи. Я покупала ее еще летом. И вот только недавно научилась правильно готовить. Она не горчит, она хорошо перемолота. И в целом это вкуснее, чем я где-либо пробовала. Заливаем мачо горячей водой, но не кипятком. Хорошо размешиваем. Подогреваем молоко. Можно его вспенить. И готово. Пора и мне подкрепиться. И сейчас мы с вами будем делать вкусный, сытный, сладкий, быстрый и при этом модный завтрак, который называется смузи-бол. Он готовится очень быстро. И вы однозначно видели его на всевозможных картинках, на каких-то фотографиях из Бали, из ресторанов. Но мы с вами сделаем то же самое, не выходя из дома. Для этого нам понадобятся любые фрукты. Я люблю покупать замороженный манго. Также здесь у меня свежий банан. По возможности добавляю ягоды. Если не сезон, то без проблем можем обойтись и без них. И также мюсли. Я частенько беру вот эти. Они с корицей. Они такие хрустящие и мелкие. Не слишком крупные. Или же вот такие. Они без сахара, с фруктовым сиропом. Я вообще очень люблю бренд Bob's Red Hill. Помимо этого, в моей кухне всегда есть орешки от Now Real Foods. Они сыры, они не жареные, не соленые. Они всегда супер свежие. И я уже много лет покупаю их на iHerb. Так как манго у меня замороженный, я не буду класть лед. Но вообще оригинально с фруктами должен перемешиваться лед. Манго. Банан. Можно добавить еще немного овсянки. Если вы следите за глютеном, то здесь его нет. Теперь все хорошо взбиваем в блендере. И теперь украшаем поверхность. Во все возможные десерты, в каше я часто кладу еще и неподслащенные хлопья кокоса. Я очень люблю пить свой утренний кофе или же мачо из вот таких стаканов и кружек. У меня есть разные. Это так эстетично. И на этом мой завтрак готов. Что касается массажеров для лица, у меня их есть несколько. И даже это еще не все. Я решила проверить все возможные формы для того, чтобы выбрать ту самую, такую идеальную для меня и простую в использовании. Несколько лет тому назад я купила себе вот этот роликовый массажер из натурального камня, как и скрипки куаша. И попробовав остальные, я поняла, что этот мне не очень нравится. И больше всего нравится использовать поверх тканевых масок. Гуаша это моя любовь. Это мое большое открытие. И зелененький я показывала вам раньше в своих фаворитах корейской косметики. А вот этот розовый, он приехал ко мне сегодня. Я покупала его несколько дней тому назад. И iHerb очень быстро доставляют в Польшу. Если вам интересно узнать, сколько будет стоить доставка, какие есть формы доставки в вашу страну, я оставлю ссылку внизу, можете посмотреть и проверить. И вот на картинках было непонятно, какого размера розовый скребок, а какого зеленый. Вы сейчас видите разницу. И мне очень удобно сразу двумя вот этими поверхностями прорабатывать шею одновременно. И если скребки еще одинаковой формы полностью, то вы можете не тратить время, а двумя руками выполнять массаж лица с двух сторон. Ну а так, гуаша, конечно, за несколько минут способен проделать огромную работу. И лично я вижу разницу до и после. Особенно через несколько минут после того, как сделаешь массаж, лицо приобретает буквально новую форму. Уходят отеки и вообще совершенно другой вид лица. Не такой помятый с утра. Время обеда. Будем готовить макаронную запеканку с тунцом в томатном соусе. Этот рецепт я показывала в своем инстаграме. Многие его потеряли, но те, кто успел приготовить, в полнейшем восторге. Сохраняйте это видео в любимое, чтобы не потерять. Ну и что же нам, собственно, понадобится? Макароны любой формы. У меня, как видите, цельнозерновые. Я советую брать небольшого размера. Это могут быть бантики или перья. Если едите без глютена, то выбирайте их. Томаты без кожуры. Их мы будем измельчать. Они продаются в такой же стяной банке. Тунец в собственном соку. Я его уже слила. И у меня две баночки. Все нужные пропорции я обязательно, как всегда, напишу вам в инфобоксе вместе со ссылками на мои любимые приправы. Томатная паста. Немного сметаны. Сливки. Помидоры. Красный лук. Если его нет, то берем обычный. Сыр. Твердый желтый. Чеснок. И для того, чтобы вкус был более насыщенным, я часто использую вот такие удобные кубики овощные. Здесь нет ничего такого в составе, чтобы меня смущало. И да, это то, что я тоже часто покупаю на iHerb. Перец ароматный, с мельничкой, удобно. Свежемолотый перец это то, что также подчеркнет вкус ваших блюд. Simple Organic. Это мои настоящие мастхевы. В кухне вот орегано у меня закончилось. Я докупила, насыпала и снова у меня полная баночка. Очень удобно их хранить. Все приправы органические. Simple Organic. И вот если присмотреться к этим прованским травам, то здесь есть не просто зелень, а еще и цветочки лаванды. Очень вкусно и с картофелем. И запекать любые овощи. Вот, пожалуй, орегано и прованские травы. А еще базилик мне нравится. Это то, что я чаще всего использую. И давайте в инфобоксе я также сделаю подборку самых универсальных приправ, которые пригодятся в каждой кухне, каждой хозяйке. Ну что, давайте начинать готовить. Готовить. Закатываем рукава. Через пару минут будет готов обед. Сначала отварим макароны в подсоленной воде. Измельчаем сыр и чеснок. Все вместе. Готово. Уберем на пару минут. Сделаем соус. Доливаем немного воды. Добавляем томаты. Сметану. Сливки. Соль. Перец. Чайную ложечку наших ароматных прованских трав. Томатную пасту. Один бульонный кубик. Эдвард и Санс. Очень удобно, что это порционное. Всегда можно на всякие пожарные хранить в кухне. Немножечко раскрошу. Небольшое количество орегано. И перемалываем. Уже скоро начнем все выкладывать слоями. И нам нужно измельчить помидоры и лук. На дно формы выкладываем сначала помидоры. Лук мы также нарезаем кольцами. Теперь рыбка. Поверх всего этого богатства отваренные сцеженные макароны. Заливаем соусом. Еще один слой помидорок. И самый последний слой это сыр с чесноком, который мы измельчали чуть раньше. Так как дети у нас тунец не едят, я придумала кое-что на ходу. Я возьму фарш из индейки. Он у меня не подсоленный. В нем нет никаких приправ. Сейчас добавлю кое-что. И сделаем им такую же запеканку, только с мясом. И мой небольшой секрет. Приправа, которая уже заканчивается, она максимально универсальная. Часто, когда делаю котлетки, кладу ее, чтобы уже, знаете, без заморочек. И она часто выручает меня. Тогда, когда нужно что-то использовать и не думать, собственно говоря, что, чтобы было просто-напросто вкусно. Вот фарш кладу. Тоже для овощей, для севселек, для чего угодно. Так же, как ранее, на дно выкладывала помидоры. У меня тут уже остатки буквально. Запекаем наши запеканки 40 минут при температуре 180 градусов при обычном режиме. И детскую запеканку я буду посыпать сыром чуть-чуть позже, потому что там сырое мясо. Я хочу, чтобы оно приготовилось и при этом верх не сгорел. А вот запеканку с тунцом достаем ровно через 40 минут и наслаждаемся вкуснейшим, сытным обедом. Я уже достала запеканку. Это просто быстро. Я часто ее готовлю. Она мега вкусная. Обязательно пробуйте. Я уверена, что вы оцените. Пока монтировала это видео, ко мне пришли новые покупки для чистоты в доме. Вы спрашивали, чем я пользуюсь. Давайте как-то уберемся в следующих видео. Мне кажется, должно получиться интересно. На Ихерб вы найдете свыше 30 тысяч разнообразных артикулов натуральных из разных категорий. Если у вас все еще остались какие-то вопросы, вы всегда можете к ним обратиться. Их операторы работают 24 часа, 7 дней в неделю и отвечают на 10 разных языках. Я вот видите, заказывала и какие-то капсулы, и жидкости. Все хорошо запаковано, пришло в нормальном виде, и у них специально оборудованные склады. Поэтому хоть зима, хоть холод, все хранится в правильных условиях и приходят в свежем виде. На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok